Восьмой конгресс Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, где президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Имумали был переизбран президентом Центрально-Азиатской футбольной ассоциации на новый четырехлетний срок, состоялся в Душанбе. После своего переизбрания на пост президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации Рустами Имумали поблагодарил за оказанное доверие руководителей Федерации футбола стран, которые входят в состав Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, и заявил, что совместными усилиями будет продолжено дальнейшее развитие футбола в регионе. В ходе сегодняшнего конгресса вице-президентами Центрально-Азиатской футбольной ассоциации были избраны президент Федерации футбола Афганистана Мухаммад Юсуф Коргар и президент Федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров. Генеральный секретарь Федерации футбола Ирана Хидаят Момбени вошел в новый состав исполкома Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, а вице-президент Кыргызского футбольного союза Дастанбек Конокбаев стал членом исполнительного комитета Азиатской футбольной конфедерации от Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. В работе Конгресса в Душанбе приняли участие президент ФИФА Джани Инфантино, президент АФК Шейх Салман Ибн Ибрагим Аль-Халифа, руководители и делегаты Федерации футбола Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана, а также представители ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации. В своем выступлении президент ФИФА Джани Инфантино и глава АФК Шейх Салман Бин Ибрагим Аль-Халифа поздравили Рустами Эмамали с переизбранием на пост президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации и пожелали ему успеха в деле развития футбола в регионе. Важно отметить, что руководители мирового и азиатского футбола похвалили работу Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, которая в период глобальной пандемии провела десятки соревнований для сборных команд Центрально-Азиатского региона. Они стали важным этапом подготовки команд к азиатским и мировым первенствам.